Наталья Викторовна, пришло время поговорить о том, какие работы мы проводим в саду и с чего мы начинаем наш дачный сезон. В общем, я надеюсь, что май будет теплым и наконец-то мы сможем выйти в сад на свои грядки и начать плодотворную работу, потому что весна у нас в этом году очень затяжная была, март снежный, а полапреля тоже снег лежал сугробы и казалось, что они никогда не растают, никогда мы не выберемся. Но только в прошлое воскресенье смогли приехать на дачу, что уже не было снега, все растаяло. Я надеюсь, что май нас порадует теплыми солнечными деньками и мы с вами все успеем сделать. Но всегда призываю, все работы свои планируйте, составьте план, график, чтобы ничего не забыть, ничего не упустить, дел действительно много, но не огорчайтесь. Не все у нас в этом году запоздавшие работы будут в мае, но я надеюсь, что все успеем сделать. И, конечно, когда приезжаем на участок, первое дело это пройти участок, посмотреть, что у нас перезимовало, как перезимовало, все ли на месте. И начинаем мы с сада, как правило. Идем, смотрим на наши деревья, на ягодники. Но скажу вам, что перезимовало все нормально. Не подмерзли, не вымерзли ни кусты практически, ни деревья, потому что снега было очень много. Посмотрите на деревья, как они себя чувствуют. Может быть, зайцы или мыши повредили им, съели кору, или появились мхи, лишайники, сухие ветки. В общем, смотрите на свои деревья, полечите их. Если есть морзобоины, если есть следы от зайцев и от мышей, обязательно возьмите вар, должен быть у вас всегда под рукой, это незаменимое средство. Замажьте все ранки садовым варом. Можно сделать болтушку из перегноя и глины. И тоже сделать вот такую затирку на деревьях. Возьмите щетку, почистите кору, штамбы деревьев от мхов, от лишайников, если какие-то морзобоины, старая кора отмерзшая. И, конечно, всегда радуюсь за то, что нужно побелку делать. Знаю, что многие дачники еще осенью делают побелку, как мы им рекомендуем и советуем, для того, чтобы уберечь деревья от морзобоин. Когда яркое солнышко, снега много, и начинается сокодвижение, и кора не выдержит вот этих перепадов, и начинает трескаться, получается морозобоины. Конечно, в мае месяце уже у нас нет морозов, но, тем не менее, днем активное сокодвижение, а ночью еще достаточно холодное. Поэтому возьмите известь. Это очень легко и просто сделать. 3 килограмма извести на 10 литров воды. Можно добавить полкилограмма медного купороса и побелить свои деревья. Вот эти большие скелетные ветки, штаммы. Во-первых, вы убережете, продезинфицируете, как бы, можно так сказать, кору деревьев от насекомых. Замажете все вот эти щели, которые там есть, трещинки, и сад сразу преобразится. Будет очень красиво. И не затягивайте с этим делом. Это нужно делать пораньше, как можно раньше. Сейчас ведь насекомые, они перезимовали, земля таяла, и они дружно-дружно выбираются с земли, и потихонечку, медленно двигаются по штамбу дерева и ищут почки. Понимаете? А мы, побелка этой, мы можем немножко с ними побороться. Поэтому с побелкой не затягивайте. Посмотрите, нет ли вот этих сухих листьев на деревьях. Потому что мы уезжали с дачи, еще листва вся не опала, и могут быть вот эти просто коконы листьев. А там и яблонная плодожорка, и всякие гусеницы будущие, и листовертки. Поэтому сняли вот эти коконы, сожгите их, ни в коем случае не бросайте под дерево. Так что давайте немножечко сад подлечим. Наталья Викторовна, проводим ли мы весной обрезку кустарников, деревьев? Конечно. Как-то, знаете, руки прям просятся, чтобы взять секатор и тут же сделать какую-то обрезку, хотя бы небольшую. Потому что некоторые ветки засохли, некоторые сломались под тяжестью снега. И у ягодных кустов тоже старые ветки, мы сейчас это видим. Что нужно, конечно, сделать обрезку, ну такую щадящую. Хочу сказать сразу, что вишни и сливы старайтесь весной не обрезать. Вот для них характерно очень сильное сокодвижение. И если вы сейчас начнете вишни и сливы обрезать, то даже варом вы не сможете остановить сокодвижение. Они будут камень выделяться, а там они будут плохо рано заживать. Поэтому оставьте сливы и вишни, их обрезку до осени. А вот яблони и груши можно обрезать. Смотрите, ветки, которые сухие. Сразу видно, на них нет почек. Можно их обрезать, поломанные ветки обрежьте. И начинайте обрезку с конца ветки. Не берите сразу там пилу или секатор и пилите ветку. Потому что, может быть, она засохла до половины. И на живом побеге ветки будут идти почки от коры, а вы ее спилите сразу. Поэтому начинайте срезать ветку от конца, доходя до живой древесины. Вот так нужно обрезку делать на деревьях. Кусты тоже, посмотрите. Черная смородина, акцент делаю, что именно черная смородина. Жимолость и крыжовник. Обязательно сделайте такую омолаживающую обрезку. Много веток, я знаю, засыхает, конечно, вымерзает. Поэтому кончики веточек всех, черные кончики веточек обрежьте на черной смородине. На крыжовнике, на жимолость. Она тоже очень за зиму вымерзает. И она очень ранний кустарник. На ней уже почки и рядышком вот эти сухие ветки. Жимолость обрезали. У крыжовники старайтесь еще обрезать ветки, которые идут внутрь куста, чтобы его и осветлить куст, и потом доступ к ягодам, к сбору. Потому что крыжовники колючие, потом вы просто в этот куст не заберетесь. А в черной смородине ветки 3-4 летние старые, где вот уже кора такая отмершая, вырезайте. И кончики сухих, почерневших веток. А в красной смородине и в белой кончики мы веток не обрезаем. Потому что на ней будут почки цветочные, будет основной урожай. Поэтому смотрите, где черная, обязательно разберитесь, где черная смородина у вас, где белая и красная. Вот такую обрезку делаем. И малину обязательно обрежьте до первой здоровой, хорошей почки. Осенью всегда мы вырезаем малину. Но приходишь весной на дачу, половина малиника сухой стоит, сухостой. Поэтому обязательно малину до первой здоровой почки. Естественно, землянику обязательно прорыхлите, сухие листочки уберите. И вот так мы все свои ягодники, плодовые деревья обрезаем, чистим после зимы. Ежегодно на дачных участках появляются новые сорта деревьев, кустарников. Наталья Викторовна, пришла ли пора и можно ли уже высаживать новые экземпляры? Пришла, пришла. И она такая, вот эта пора не очень длительная. Не упускайте время. Не оттягивайте. Если вы собираетесь сажать деревья, кусты, обязательно делайте как можно раньше. Чтобы ваши новые посадки не пошли в лето, когда будет жарко и они будут плохо приживаться. Не затягивайте с этим. Решили покупать, сажать деревья? Покупайте как можно быстрее. Выбирайте желательно закрытые корневые системы. Если открытые, смотрите, чтобы корни были хорошие, не сухие. И не старайтесь покупать деревья большие. Трех, там, пятилетки с листочками. Они плохо приживаются, трудно приживаются, долго болеют. Покупайте одно-двухлетки. Не надо старше растения покупать. И привезли на дачу куст или дерево. Обязательно на пару часов поставьте его в ведро с глиняной болтушкой. Пусть корни хорошо пропитаются раствором. И пусть они восстановят свой тургой. Потому что вот эти перевозки, там саженец выкопали. Пока на рынке он постоял. Пока вы домой привезли, корни подсыхают. Обязательно хорошенько проливайте. Деревьям ставьте опоры. И с кустами, с посадкой тоже не затягивайте. У них ведь очень рано начинается вегетация. Поэтому сажаем и сажаем как можно быстрее. Наталья Викторовна, чем мы обрабатываем наши растения весной? Хочу сказать, что многие дачники, они уже настолько опытные. Они все знают. И наверняка уже многие сделали профилактическую обработку своего сада, кустов. Мы много раз говорили, что нужно делать профилактику. Потому что профилактика, ну, хорошее дело. Легче, наверное, предотвратить заболевание, чем потом с ним бороться. С той же паршой, с антракнозами, с бактериозами. Если есть сейчас у вас, только почки набухают, только зеленый конус на деревьях, хорошо бы обработать свои деревья бордоской жидкостью. Это такая хорошая профилактика от парши. От различных других болезней. Но именно по зеленому конусу. Когда уже появятся листья, это делать нежелательно. И что сейчас? Не можете вы сделать обработку? Сделайте хоть что-нибудь. Сделайте ловчий пояса. Сейчас вредители медлительные, они заползают на дерево. И вы можете взять мешковину, обработать ее клеем и обвязать на штамбе дерево. Сделать как бы вот такой ловчий пояс. И все эти вредители, которые поднимаются с земли по дереву, они попадут туда. Если вы будете ловчий пояс делать в июне, толку от него будет мало. Потому что эти уже вредители все прошли по этому дереву и уже заселили почки. И они уже там находятся. Поэтому тут нужно все делать вовремя и правильно. Значит, если листьев еще нет, есть только почки, можно сделать обработку бордоской жидкостью или медным купоросом. Хорошая профилактика. Можно провести обработку и деревьев, и кустов, и пином. Замечательное средство, которое помогает деревьям выдерживать стрессы различные. Защищает их от заморозков, от перепадов температур. Потом помогает молодым растениям лучше образовать побеги. И повышает и урожайность, и устойчивость к болезням. И пин замечательное, такое хорошее средство. И хочу нашим дачникам напомнить, что не забывайте о своих вечно зеленых растениях. Туи и можжевельники. Я знаю, что у многих растут эти растения. Я тоже пришла первым делом, посмотрела на свои туи. И не пугайтесь, если вы подошли к своей туи, заглянули в середину куста, деревца, и увидели, что там очень много сухой хвои. Объясню, почему это случается, чтобы у вас не было никаких вопросов и никакой боязни. Но мы с вами привыкли, что осенью все деревья сбрасывают листья. Наступает листопад. Листья желтеют и опадают. Так вот, у хвойников то же самое бывает. Бывает вот этот листопад. И хвоя, это как бы листья туи, да, и хвоя, это ее листва. Она через 3, через 4, там 5 лет, она тоже выполнила свою функцию. И она должна естественным способом отмереть. Поэтому, когда вы заглянули и видите много хвои, не пугайтесь. Это не болезнь, это там не вредители. Это просто такой листопад, это естественный процесс. Поэтому берите холщовые рукавицы и обязательно почистите свою тую изнутри. Туда будет лучше и солнышко пропускать свои лучи, и воздух будет лучше. И вы свою тую таким образом почистите, поможете ей дальше развиваться. Обязательно сделайте. А внизу потом эту тую можно сгрести, можно ее сжечь или на компост. Так что насчет вечно зеленых кустарников не забывайте. Помогите им. Наталья Викторовна, обработали наше растение. Как дело обстоит с подкормкой? Чем мы кормим? Кормим обязательно. Наши кустарники и деревья. Нужно кормить. И кормим мы и перегноем, и кормим азотными удобрениями. Весной растениям нужны азот. Нужен азот, потому что он дает активный рост, побегообразование, и цвет дает зеленый. А растения ослабленные после зимы, поэтому нужно кормить. Кормим и деревья, перегноем, кормим аммиачные селитры, можно добавить суперфосфат, золу обязательно. Кормим ягодники. Ну где-то вот считайте, метр квадратный, нужно 2-3 килограмма перегноя. Нужно взять 20 грамм аммиачной селитры, где-то 20-30 грамм суперфосфата и 10 грамм калия. И пол-литровую банку древесной золы. Все это размешали, подсыпали. Сейчас земля влажная, можно просто немножечко порыхлить с верхним слоем, и все питательные вещества пойдут к растению или кусту. Поэтому кормить надо. И кормить нужно цветы, первоцветы сейчас обязательно. Наверняка у всех растут и тюльпаны, гиацинты, нарциссы. Что там у нас еще из первоцветов есть? Пролески, крокусы, подснежники. Они очень рано цветут. И чтобы цветение было пышным, таким нарядным, им нужно дать подкормку или кемирой, или аммиачной селитрой. И хорошо бы вот развести на 10 литров воды 20 грамм или аммиачной селитрой, или кемирой и пролить свои первоцветы. Потом подкормка им не нужна после цветения. Потом вы надумаете, вспомните, что не кормили свои тюльпаны, они уже цвели и они уходят в землю. Им подкормка уже не важна. Подкормка нужна первоцветом сейчас. Так что кормите кусты, деревья, ягодники и первоцветы. Наталья Викторовна, на какого внимания требуют цветники? Конечно, обратите внимание на цветники. Цветы мы сейчас с вами начинаем сеять, сажать и размножать. Сеем мы холодостойки. Вот земля немножко прогрелась уже. Можно сеять однолетники и многолетники холодостойки. А холодостойки у нас кто? Какие цветы? Ноготки, басильки, мак, эшольцы, водосбор. Их можно сеять на грядку. Можно потом эту грядку накрыть пленкой или ультрасилом, для того, чтобы они быстрее взошли. Вот такие холодостойкие цветы можно сеять прямо на грядку. Можно, когда земля прогреется, высаживать луковицы. И гладиолусов, и лилий, и корневища георгин. Но обязательно проверьте, какая температура почвы. Если вы копнули землю, хотите высаживать луковицу или лилии, или гладиолуса, температура на глубине 10 сантиметров должна быть не менее 10 градусов. То ли рукой попробуйте, какая земля. Если вы посадите луковицу в сырую и холодную почву, они у вас просто погибнут. Поэтому не спешите, тогда дождитесь, когда земля хорошенько прогреется. И цветы мы пересаживаем, рассаживаем. Вот я приехала, выкопала два куста пионов, белый и розовый, привезла на работу. И сейчас можно пересаживать и хосты, и лилийники, и ирисы, и флоксы, и пионы. Самое время. Потому что потом, когда начнется тепло, это уже будет для них не очень благоприятная такая обстановка. Сейчас пересаживаем, делим, рассаживаем свои кусты. Так что вот такие у нас работы в саду, в цветнике и на ягодниках. Спасибо, Наталья Викторовна. Поздравляем и наших телезрителей с открытием дачного сезона. И мы желаем удачи на вашей даче. Всего вам доброго и до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова